Привет всем! Я решил продолжить свои 5 минутки неполиткорректности. С какой целью я делаю это сегодня? Во-первых, я поступил мудро, на мой взгляд, что я выдержал паузу для того, чтобы не быть излишне эмоциональным и постараться максимально спокойно, хотя, насколько это возможно вообще в наше время, отнестись к тем событиям, которые произошли недавно, и каким-то образом выразить свою точку зрения на этот счет. Что же касается взрыва моста, очень все странно. Два пролета, по которым проехала эта фура, далеко от нее упали. То есть, что происходит? Взрыв детонирует цистерны, и от их детонации падают эти плиты, которые остались позади этой фуры. Это очень непонятное происшествие, пока что. Однозначно говорит о том, что это Украина, я считаю, очень глупо. В России есть масса интересантов, которые захотят сделать проблемы Путину и сделать так, чтобы все выражали недовольство друг другом. ФСБ военными, военные ФСБ и так далее. То есть, на мой взгляд, действительно Украина вполне может быть вообще не причастна к взрыву этого моста. Та атака, которая после этого последовала, с ударами по мирным объектам, по городской инфраструктуре, по дичачьим детским садам, по паркам, это просто... Во-первых, такое нельзя подготовить действительно очень быстро. И это готовилось значительно заранее, до того, как взорвали мост. Вот. Конечно, мы можем все злиться, возмущаться, но, на мой взгляд, Путин каждый раз, на каждом этапе этой войны всегда добивается обратных целей. Он думал, что украинцы падут в панику, начнут разбегаться, что Европа скажет, да ну вас, блин, перестанет помогать. Наоборот. Украина получит еще больше противовоздушной обороны, получит еще больше любой всякой военной помощи, а инфраструктуру восстановят. Военного эффекта эти действия не имеют. Армии это не помешает работать так, как она работала до этого. И будут освобождаться и в дальнейшем украинские земли. Вот то, что я могу сказать. Единственное, что это жуткие трагедии, и очень жалко всех, кто погиб, кто остался живой, но покалеченный. Это целый мир, целая вселенная, каждый человек. И Украина ценит человеческую жизнь, в отличие от России. Поэтому пушечное мясо будет поглощаться и далее нашей армии без никаких проблем, потому что этот последний удар по инфраструктуре никак на армию не подействовал. А ненависть и злость у украинцев будет возрастать, и для русского мира это будет иметь и так уже дальше некуда. Но последствия будут еще хуже. И санкции будут еще жестче. То есть все, что Путин не пытается сделать для того, чтобы вылезти из этого болота, в которое он влез, он туда втягивается и засасывается еще глубже и глубже. Поэтому, дорогие мои украинцы, не балуйтесь, не геройствуйте, не выпендривайтесь, когда речь идет о воздушной тревоге. Скрывайтесь в укрытиях. Прячьтесь. Спасайте жизни своей и своих знакомых и друзей и родных. Это важно. И это у вас не Израиль пока что. Это мы, израильтяне, можем спокойно ходить даже во время обстрелов по улице, зная, что есть железный купол. И то, это считается в Израиле глупым поведением. Несмотря на то, что железный купол сбивает 98% ракет, но это маленькие, низколетящие и не очень скоростные ракеты. Поэтому их сбить не проблема. Но даже несмотря на это, хождение под звуки сирены спокойным геройским видом считается в Израиле глупостью большой. А у вас тем более. Поэтому старайтесь спрятаться. Главное правило двух стен. Не забывайте. Страшно. Страшно видеть родной город, как долбят по нему. Но это все признаки агонии. Это признаки бессильной злобы. Вот так я это называю. Я, пожалуй, назову эту пятиминутку ненависти бессильной злобой. Потому что это шаг отчаяния человека, который знает, что его дни сочтены. И вы, украинцы, в этом помогаете и делаете это очень здорово. О! Теперь я вспомнил, о чем я хотел сказать. Жалко, что пять минут закончились, но я успею. Постараюсь за полминутки, за минутку выложиться. Я вижу, как очень часто в социальных сетях критикуют тех звезд, эстрады, всяких мультимедиа-деятелей и прочих людей, которые находятся за границей Украины и проводят какие-то концерты, какие-то благотворительные акции, все такие дела. И все их призывают. Вот, вернитесь с Украиной, что вы туда ехали, что вы там вещаете из Испании, вам легче. Я понимаю, ребята, вам обидно и вам действительно страшно находиться под обстрелами. Вы хотите, чтобы такая же участь постигла всех украинцев, чтобы они это почувствовали на своей шкуре. Но, поверьте мне, Настя Каменских, вот эти вот все люди, которые вам могут не очень нравиться, которые у вас могут вызывать разные негативные эмоции или еще что-то другое. Катя Бужинская, еще кто-то. неважно кто. Эти люди помогают миру знать, что происходит в вашей стране. И помогают миру сделать так, чтобы он помогал Украине. Поэтому их миссия крайне важна. Если они выбрались туда, за границу, эвакуировались туда, во-первых, это сделано на законных основаниях, я имею в виду женщин в первую очередь, пусть они этим занимаются, пусть проводят концерты, пусть проводят акции, благотворительные всякие вещи. Это нужно. Это наш информационный фронт. Он крайне нужен. Я это могу сказать как израильтянам, которые знают, как в Израиле недооценивают информационную борьбу и к чему это приводит. Какие лживые нарративы про палестинский народ до сих пор в ходе у всего мира и никто не подозревает, что это фикция, придуманная в КГБ в 65-м году. А у нас с этим не борются, потому что они считают это важным. А это очень важно. Информационная борьба. Так что не мешайте им. Не мешайте. Пускай занимаются этим делом. Они делают благое и правильное дело. Берегите себя, дорогие мои. Скоро этот весь кошмар закончится. Победой Украины!